Добрый день, зрители и подписчики! Сегодня у меня ролик-обзор на мои новые зимние перчатки от американского бренда Mechanics Vir. Модель Coldwork M-Pact, цвет grey-black. Итак, вот эти перчатки, которые я прикупил три недели назад, заказывал на сайте магазине Sturm Uniform. В принципе, давно этим магазином пользуюсь иногда, покупаю у них, кое-что заказываю. Цены, конечно же, там разнятся, но кое-что можно подобрать разных производителей, доставка быстрая, при помощи СДЭКа или почты, как вам удобнее. Это не реклама магазина, просто рассказываю. Почему купил эти перчатки? Да потому что мои прошлые перчатки, многие помнят по старому каналу, я делал несколько раз ролики-обзоры. Носил я вот такие зимние перчатки от польского бренда Helicon Tex. Это модель IDW, то есть Impact Duty Winter. Просто уже пришли в негодность, это у меня уже вторая такая пара этих перчаток. Первая пара прожила три зимы, но там я ее нещадно эксплуатировал, даже ломом работал, лопатами зимой, поэтому очень хорошо они продержались. Вот эта вот также прожила три зимы, сейчас уже четвертая зима, и они начали разваливаться. Перчатки сами по себе очень отличные, классные, по руке сидят просто классно. В них хорошо, комфортно, но как видите, они уже обдираются. Вот такой же слой, он везде межпальцевом пространстве был сделан, и они просто уже облезли. Ну просто ненормально уже это все. И цепляются они вот этими вот ободршими своими. Просто вот. А так перчатки просто обалденные, в них тепло. Даже при минус 25 я себя в них всегда комфортно чувствовал. Потому что здесь у нас использован Kinsulate, 40 грамм утеплителя присутствует. На тот момент это были самые теплые перчатки, которые я мог найти из подобных. Я не говорю, там, знаете, полярные какие-нибудь перчатки, там, супер-пупер, да. Ну, хотел прикупить такие же новые, но Helicon Text больше такие перчатки не выпускает. Сейчас они выпускают новую модель, там более дешево выглядит, и также использован Kinsulate, но модель называется Impact Duty Winter Mark II, то есть модель 2, но более дешевая, более удешевленная, сама по себе немножко по-другому выглядит. И не указано, какое количество утеплителей. Поэтому, и к тому же тогда еще даже их не было в продаже у нас, я вот не смог их тогда найти. Сейчас они есть в продаже, можно там купить в различных интернет-магазинах. Поэтому я покупать их не стал. В итоге стал искать, и в основном сейчас в магазинах присутствуют вот механик свиры, подобные, разные там, с разным утеплителем, по-разному сделанным. Выбрал я вот эти. Почему выбрал, сейчас буду вам рассказывать, что меня здесь заинтересовало. Первое, как обычно видите, такая вот застежка, сделанная при помощи термопластичной резины, как указано у производителя, она сделана с внутренней стороны, в отличие от того же Helicon Tech. На тех перчатках она была снаружи, и не совсем мне это, конечно, понравилось, но со временем быстро привыкаешь, за неделю уже было как бы без разницы. Но что мне до сих пор не могу привыкнуть, то что вот этот разрез, он с наружной стороны руки получается, и неудобно задувает в него. Когда вот с внутренней стороны было, вот у Helicon Tech, с внутренней стороны не задувало почему-то, да, хотя думал, что раз отверстие такое, будет задувать. Далее. Плюс, конечно, то, что здесь у нас присутствуют вот эти вот накладки резиновые, которые защищают вашу руку от ударов, и эта вот защита от ударов из термопластичной резины соответствует стандарту ANSI 138 Level 2. Потому что все-таки механик сверхславится своими рабочими защитными перчатками по недорогой цене. Далее. Также интересно было то, что здесь как у нормальных зимних перчаток присутствует утеплитель Tinsulate A3M. Но, опять же, не сказано, сколько он здесь сделан, сколько грамм. Просто написано, что утеплитель C43M Tinsulate. Эффективно удерживает теплый воздух, помогая регулировать температуру тела. Но, скажу вам сразу, то, что хоть здесь все фишки есть, но до минус 20 градусов они отлично работают. В них тепло, комфортно, удобно, проблем нет. Но на днях было у нас пару дней минус 25, нещадно руки замерзали в этих перчатках. Просто меня удивило, даже в Helicon Tech у меня руки так не мерзли. В этих же очень сильно замерзают. Далее переходим к внутренней стороне ладони. Как вы видите, здесь у нас своеобразный материал. Первое. Вот этот черный материал, похожий на замшу. Если приблизить, посмотреть. Это у нас материал softshell. Водонепроницаемая оболочка softshell на тыльной стороне ладони, как указывают производители. И сейчас даже с вами проверим, потому что я не проверял, на самом деле это softshell, держит ли он воду или нет. Специально взял воду, чтобы проверить. Если вот Helicon Tech не были заявлены там softshell, то эти тут. Ну вот, вы можете видеть, что происходит. Кто-то скажет, может неправильно я что-то делаю. Ну, если это не softshell, то какой-то softshell не совсем такой, как многие бы привыкли видеть. Хотя вот у меня материал softshell на куртках, на некоторых есть. Там он ведет себя, конечно, по-другому. Ну, впитывается он в этот материал. Сначала скатывается, потом впитывается. Не знаю. Ну, конечно, не промоклая рука, но так и должно быть. Сами понимаете. Если работать с сырым материалом, со снегом или, например, когда ледяной дождь идет на улице, то вряд ли вы долго в них проработаете. Потому что быстро намокнут вот этот материал. Поэтому мне вот это у них не понравилось. В отличие от тех же Helicon Techs, где вот полностью вот рука сделана из этого материала. Поэтому руки никогда сырыми у меня не были. Даже хотя здесь не заявлена влагозащита какая-то и всякое такое. Далее, что здесь мне также было удивительно. То, что на Helicon Techs и на других перчатках, которые у меня раньше бывали, не было вот этого фастекса. Как здесь указан маленький фастерс для удобного хранения, для переноски. Этого не было. Также присутствуют вот такие петли с тыльной стороны перчаток. Как вы видите, это для удобства тоже хранения якобы. Ну, опять же, какой карабин? Сюда только если сцеплять маленьким каким-нибудь карабинчиком. Вообще маленьким. Потому что это обычный тот же Grimlock. Вряд ли вы сможете использовать и зацеплять неудобно. Потому что очень маленькие отверстия. Как вы видите, везде указаны вот сделаны такие логотипы Mechanics Vir. Прикольно, конечно. Это у меня вот размер L перчатки. Да, по моей руке они сидят нормально, но немного широковаты, конечно. Если брать размером меньше, размер M, то они будут пальцы короткие. Вот эта вот защита рук очень хорошо, в принципе, сделана. Но ввиду того, что вот эта защита рук сделана снаружи, они не совсем нормально гнутся. Но потом со временем уже привыкаешь, рука нормально начинает гнуться. И, в принципе, уже не так это критично. Далее сделано на большом пальце вот такое прочное усиление из материала Armortex. Тоже для того, чтобы не терлось там, если чем-то работать. Хотя вот сколько работал в Хеликонтаксах, у меня в этом месте проблем никогда не было, ничего не протиралось. Не знаю, у кого-то, видать, такие проблемы бывают. И такое же вот усиление сделано у нас на ладонях. Но я бы на их месте лучше бы сделать полностью всю ладоню из такого материала. Он, знаете, такой шершавый, похож немножко на такую мягкую наждачку. Такой резиновый какой-то материал Armortex для усиления. И, кстати, вот здесь вот на тыльной стороне ладони сделана вот набивка какая-то мягкая. Эта набивка называется D30, которая поглощает и рассеет энергию сильного удара. Ну, не знаю, поглотит ли она или не поглотит, но своеобразная. Первые перчатки у меня вот от этого бренда, от Mechanics Vir, ну, они как-то вот вызывают странные ассоциации какие-то вот. Непонятно мне. Много чего заявлено, но пока вот как-то не столкнулся. Не смог пока их проверить, хотя вот уже по холоду могу сказать, что они не рассчитаны на нашу, на российскую зиму. Можно еще сказать. Застежка, в принципе, хоть и небольшая, вот в отличие от Helicon Text, она, в принципе, пока хорошая. Но у Helicon Text она тоже была хорошая, долгое время как бы работала, хорошо держалась. Также в каждой перчатке присутствует вот такой ярлычок, сообщающий нам, что это вот продукция от Mechanics Vir, размер Large, десятый размер американский, европейский девятый, и сделаны они сшиты в Камбодже. Здесь также написано, что имеют вторую категорию личной защиты. И с внутренней стороны указано, чего они сделаны. Якобы внутри флисовый материал 100%, там резина, я чуть попал, как бы полиэтилен, там, вот так. Самое интересное то, что эти перчатки можно стирать в стиральной машине, заявлено произведением, типа проблем никаких не будет, ничего с ними не произойдет. И еще мне что понравилось, что вот данные перчатки имеют вот такой слой на указательном и на большом пальце, это для возможности работы с сенсорными экранами. Хотя самое интересное то, что вот, да, вот с телефонами хорошо работают, я вот испытывал нормально все, но в итоге кнопки на телефоне, ты вот тоже, кнопку включения и кнопку звука, ты нажать не можешь, потому что не чувствуется нормально. Поэтому приходится в целом перчатки снимать и, в принципе, весь кайф вот от этого слоя, который может работать с сенсорными экранами, тут же пропадает. Снаружи имеется вот такой слой ткани, такая, видите, в квадратик сделана, достаточно интересно выглядит, но она начинает быстро тереться. И сейчас вам покажу, вот, на большом пальце, видите уже, как лохматится она. И это только три недели я проносил. А что будет дальше, и, в принципе, меня вот это вот больше всего убивало в хиликонтекстах, но там через какой-то, через зимы две начало так вот происходить, после третьей, но не сразу, а здесь же и происходит сразу. Хотя основной слой-то, вот видите, черная ткань вот здесь сделана, какая-то непонятная. Хотя, тоже, если посмотреть, никакой тоже водозащиты в этой ткани нет. Странно, если делают перчатки из софтшеллом, почему только на внутренней стороне ладони, снаружи нету, меня вот это тоже, конечно, уже удивляет. Хотя перчатки, вроде бы, на роге сидят хорошо, комфортно, но не совсем то, что я ожидал. Кстати, вот какой у них картонный флешер был прикреплен к перчаткам. Здесь у нас, конечно же, указаны все их плюсы. То, что защита от ветра, утеплитель Tinsulate, защита от ударов. И вот такой же еще листочек информационный присутствует, который нам сообщает про тестирование материалов, там, этих перчаток. Здесь только вот все, тестовый листочек. Результаты тестов на различные испытания этих перчаток. В принципе, кому-то это интересно, могут, в принципе, потом посмотреть. Но мне это как-то не пригодилось. Многие также просят показать, как они будут себя вести, перчатки вот подобные. Если там ими поработать, например, взять нож, там, как будет нож открываться. Вот это мой Benchmade 560-й фрик. Ну, не знаю, кто-то говорит, а вот хорошо ножами там работать, ну, не знаю. Мне вот лично неудобно. Не чувствуют пальцы, знаете, вот нет той чувствительности, какой бы ты хотел. Ну, а многие используют их как боевые перчатки. Заявляют, что вот особенно любят у нас страйкболисты там кричать, что вот лучшим механик свиров перчаток нет и все подобное. Да, вот обычный нож, если вот просто взять, не складной. Конечно, он будет нормально работать. Ну, вот такими вот складными ножами или теми же мультитулами вряд ли ты сможешь ими поработать, хотя они заявлено рабочими. Лопатой, да, ломом, да, они будут обалденно работать, но вот подобными инструментами, там, чтобы открывание ножа однорукое или подобное, вряд ли ты что-то сможешь сделать. Перчатки придется снимать. С мелкими предметами эти перчатки нормально не работают. Они просто должны работать с нормальным инструментом, с большим. Просто заявлены, как перчатки для рабочих. И на официальном сайте там показано, что работают ими, вот, ключами большими. Лопатами там и все подобное. Но никак, например, не с какими-то мелкими предметами. До минус 20 они нормально держат. В них нормально, хорошо, комфортно ходить. Но свыше минус 20 градусов я эти перчатки просто не советую. Тем более, если у вас руки мерзнут, а у меня руки, в принципе, не сильно не мерзнут, у меня постоянно жарко. И надо шевелиться, конечно же. Если ты шевелишься, конечно, то нормально, как бы, вот, но больше минус 20. Я их не советую. Будет холодно. И еще. Также до этого рассматривал другие механик свиры. Это серия Polar Pro. Человек один продает, но он в Якутии находится, да. У него перчатки тебе стоят 3000 рублей, больше я у него такие перчатки не видел. Ну и доставка там очень дорогая, вставлю фотографию, чтобы вы могли видеть. Конечно, те очень теплые, хорошие, но стоимость перчаток слишком высокая, и поэтому я даже не стал их рассматривать. Хотя вот эти тоже не дешевые. Покупал я их 2190 рублей, с пересылкой там 300 рублей вышли. Поэтому тоже не оправдали они моих надежд, вот и все. Что я могу сказать? Хотелось, чтобы это получше. Вот сколько искал в различных других магазинах, рассматривал различные бренды, спортивные перчатки, зимние там и все подобное. Хотелось, чтобы были не длинные. И полно, знаете, почти как края утепленных. Таких же, как бы и есть и у этого механик свира. Но длинные-то мне не надо. Просто неудобно будет носить. Поэтому вот такие перчатки ношу пока, в принципе. Выбор-то другого нет. Поэтому вот такой двоякий отзыв, в принципе. Есть и плюсы, есть и минусы, конечно. Мне пока, в принципе, непонятно. Все эти заявы производителям. Ну, как рабочие перчатки, конечно, они будут нормальные. Но тоже, сколько они продержатся у знакомых, сколько людей спрашивал. Максимум год они держатся. Потому что недорогие и рассчитаны на... Ну, все-таки перчатки – это расходник. И быстро они изнашиваются. Вот так вот. Цена им, конечно же, дешевле. Дешевле они должны стоить, в принципе. Ну, в принципе, на этом свой ролик я буду заканчивать. Все, кому понравилось видео, ставим лайки. И подписываемся на мой канал. Ну, все. Всем пока. Счастливо.